Наш эфир продолжает программа Ефима Фиштейна. Похищение Европы. Здравствуйте, Ефим. Добрый день. У нас уже вечер, Сергей, но у вас разгар дня. Добрый день всем слушателям. Там то место, откуда вы вещаете, вы перешли на зимнее время? У вас время меняется? Конечно, разумеется, раз в полгода. Хотя в Европе очень сильное движение развивается за отказ от разделения времен на зимнее и летнее. Это в прошлом бывало всегда. То приходило зимнее или летнее время, то от него отказывались. Обычное европейское дело. Никогда не удается прийти к единому знаменателю. Но сейчас мы перешли на зимнее время, и поэтому разница между Прагой, скажем, вообще время называется центрально-европейское. То есть в него входит широкий пояс, включая Прагу. Разница между Прагой и Чикаго 7 часов сейчас. Ну, наше время тоже называется центральное. Ну, разумеется, событий в Европе не слишком много. Почему? Да потому что вся Европа схвачена каким-то ледяным панцирем ковида и антиковидных мер. Настолько это характерно, что если вы пройдетесь в эти часы, особенно в вечерние часы, по городам Европы, как я, скажем, вчера гулял по Праге. В Праге это особенно ощутимо. Город средневековый, очень старый. Много узких улочек. Многие фонари перешли на газовое освещение для того, чтобы романтический облик придать городу. И, конечно, от этого вид довольно странный, как было в последний раз, наверное, в 15 веке во время бубонной чумы. Город был тоже вымершим. Но та же самая ситуация по всей Европе. Так же выглядит сейчас Париж. Людей нет. Рестораны и другие заведения питейные закрыты. И бог знает, сколько это продлится. Любопытно, с вашей точки зрения, с точки зрения американцев, которых постоянно кормят всякой билибердой, утверждая, что ваши цифры ни с чем не сравнимы. Что они просто бьют все рекорды и что виноват в них, разумеется, действующий президент Трамп. На его руках кровь 200 с лишним тысяч американцев. Утверждают вам ваши средства массовой информации. Так вот, для сравнения. В Америке 330 миллионов жителей. Где-то так, допустим. Во Франции одна, даже не пятая, а одна, шестая, может быть, часть этого населения. Во Франции 50 миллионов, может быть, 50 с лишком. Но во Франции-то, скажем, 30 тысяч заболевших за день. Или, по крайней мере, зараженных. Это надо разделять. Не каждый зараженный является больным. 30-35 тысяч зараженных за день. Сколько же это надо было бы в Америке, если она почти в 6 раз больше. Сами понимаете, что цифры никак не соотносятся. 100 тысяч, даже 120, это всего лишь втрое больше, а не в шестеро. Но, тем не менее, болезнь, разумеется, нельзя смахивать со стола одним махом. Разумеется, с ней придется бороться. Но сейчас уже появился свет в конце тоннеля. Появилась вакцина. И появилась она со всей полагающейся странностью через неделю после ваших выборов. Если бы она появилась за неделю, то, вероятно, мог бы действующий президент сказать, вот я обещал к выборам вакцину, и вот она. Но она появилась через неделю. Хотя с точки зрения всех лабораторных экспериментов, проб, которые можно только поставить, неделя не решает ничего. Наверняка она и неделю назад эта вакцина была такой же эффективной. И можно было бы сообщить о ее появлении. Но в Америке сейчас ничто не делается случайно. Все подогнано каким-то датам. И все имеет функцию политического рычага. В том числе и сообщение о появлении такой вакцины. В любом случае, ведь надо помнить, что вакцина, хорошее, разумеется, средство. Но она совершенно не гарантирует ничего. Поскольку вакцина вообще не лекарство. Оно всего лишь дает шанс на появление антител различных собственных проявлений иммунитета, собственного тела, который и будет потом бороться с интервенцией вируса. Пока, к сожалению, с этим вирусом не вполне известно. Вырабатываются ли в человеческом теле антитела? Повышается ли иммунитет? И какой продолжительности он бывает, этот иммунитет? Если это иммунитет на две недели, то нафига было вообще стулья ломать? Создавая вакцину, если она его на две недели, скажем, человеческий организм, всего лишь ему сообщит, им иммунитет передаст. Я говорю, вот это очень интересно, то, о чем вы говорите. Тогда есть смысл. Да, Сергей, прости. Потому что, извините, что перебил. Я помню, когда Трамп начал говорить о том, что вот применяется вакцина, не вакцина, а вот эти антитела, как называется, берут у больных, у людей, которые переболели, и вводят, как бы, ну, в виде вакцины. И вроде положительный результат есть, ученые, так называемые, начали рассказывать о том, что антитела живут очень мало, всего две недели, смысла в этом никакого нет, и так далее. Когда Трамп заявлял о том, что вакцина будет выпущена, и буквально вот-вот, вся мидия, все КУОМы и прочие начали говорить о том, что мы не доверяем, это все ложь, ничего этого не будет нигде. И только один Байден говорил, что как только вы меня изберете, я тут же остановлю все. И вот как только вы избрали, раз, на тебе, сразу и вакцина появилась, и оказывается, она эффективна на 90%. То есть, вы абсолютно правы, все, что происходит у нас, я боюсь, что не только у нас, хотя странно, люди, консервативные правительства делают то же самое, что делает, скажем, наш губернатор в нашем супер-дупер-либеральном штате. 200 тысяч, 230 человек умерло якобы от ковида, хотя на пресс-конференции, скажем, наш руководитель медицинской службы, в Иллинойсе, на вопрос корреспондента, типа, а если человек погиб в автокатастрофе, а при этом у него обнаружили вирус, как вы его записываете, как вы его учитываете? Мы учитываем его, как умер от ковида. Они этого не скрывают. То есть, если в свое время CDC выпустила репорт, в котором сообщалось о том, что вот из всей этой массы умерших непосредственно от ковида умерло 6%, а остальные умерли от каких-то андерлайн-состояний. То есть, настолько все политизировано и... Все это известно. Да. Я могу вас только утешить, хотя это, конечно, утешение очень сомнительное, его надо взять в кавычки, наверное, что сейчас наступает, если Байден оказывается у власти, наступает пора только хороших новостей. До сих пор была пора, полоса, я бы сказал, только плохих новостей, только отрицательных новостей. Они были нужны для того, чтобы создать в избирателях вот эту атмосферу недовольства жизнью, действительностью, поскольку связать ее не с кем другим, кроме, как, скажем, с президентом связать. Сейчас же, поскольку этому президенту нужно налепить на себя все хорошее, все самое прогрессивное и хорошее, то и новости пойдут совсем другие. Новости пойдут, типа, начинался было пожар в Калифорнии, но он буквально за три недели прошел и сжег значительно меньшую территорию, чем он раньше сжигал при Трампе. Такого типа новости. Они бодрят, они дают человеку острое ощущение того, что он живет в правильном мире, поскольку у него правильный правитель. Но все это, кстати, возвращаясь в Европу, любопытно вот, что ведь результаты пока не были объявлены. То есть они всем известны и являются необъявленными. Все говорят, что президенты сейчас избирают медиа, средства массовой информации. Нам Associated Press, агентство AP, объявило, что Байден избран. И момент, когда это агентство объявило, не дожидаясь, кстати, окончательного подсчета, и посыпались поздравления. И получается такая странная ситуация, когда до этого президент Словении, есть такое государство на севере бывшей Югославии, если вы представляете себе границу между Югославией, бывшей и Австрией, есть там такое миниатюрное государство Словения, в два с половиной миллиона человек. Так вот, президент этой страны поздравил Трампа с избранием. Ну, вы сами знаете, что супруга Трампа Мелания происходит из этой страны, она Словенко. Так вот, он поздравил Трампа с избранием и был высмеян всеми средствами массовой информации. Хотя он это сделал на основании тогда имевшихся подсчетов. Они не конечны были. Но сейчас, когда поздравило подавляющее большинство первых лиц европейских государств, европейских государств, даже включая Великобританию, несмотря на то, что Джонсон союзник Трампа. Так вот, сейчас это считается естественным. Хотя и сейчас ведь конечных результатов нет. Они всего лишь сообщены нам агентством AP, Associated Press. Не более того. И вообще, вероятно, еще какие-то результаты судов. Ведь разница-то ничтожна в большинстве этих swing states, в большинстве спорных штатов. Разница, где в 0,2, где в 0,3. Самая большая разница, по-моему, была объявлена в Аризоне в 1,1. Какой-то там хрен десятых, что называется. Но, в принципе, эта разница ничтожна. Буквально ничтожна. И последний пересчет, или подсчет голосов даже не закончился. А что, если этот подсчет покажет совсем другую конечную цифру? Поздно. Потому что создается виртуальная иная реальность. А раз она уже создана, то исправить ее, переиграть ее становится предельно трудно. Раз уже Меркель поздравила Байдена с избранием, то же самое сделали ее коллеги по Евросоюзу. Никто и никогда не сможет выставить их в смешном свете, доказывая, что они поздравили несколько поторопившись. Этого практически невозможно сделать. Поэтому, мне кажется, что все попытки Трампа сейчас обречены на неуспех. Даже если бы ему удалось доказать в каком-то штате, и даже если в каком-то штате будет пересчет голосов, все равно как бы задана определенная реальность. Вспомните фильм «Walk the dog» «Вертеть собакой». Это абсолютное предвосхищение. Этот фильм абсолютное предвосхищение того, как делается реальность. Как сделано, какими средствами, какими методами и с приложением каких усилий и средств. Создается новая альтернативная реальность, которая вытесняет, буквально вытесняет, ту реальность, которую вы видите за окном. Она будет вытеснена и заменена полностью новой реальностью. И вы через пару лет даже не сумеете отличить. Вы не сможете сказать, где кончается это искусственное, и начинается виртуальное, как бы созданное с помощью этих средств реальность. Вот так происходит это. Что же касается реакции Европы. Реакции однозначно. Поскольку в Европе, в принципе, в подавляющей части Европы, фактически у власти находятся совершенно те же самые силы, которые сейчас приходят к власти в Соединенных Штатах, то и реакция однозначно. Интеллектуальные круги, в основном левые круги, в разной степени левые. Левизна ведь иногда начинается на правой стороне политической оси. Даже на правой стороне. Там уже есть свои какие-то прогрессистские силы, которые уверены в том, что светлое будущее не за горами. Так вот, эти все силы от центристка и даже правоцентристских до крайне левых, а к ним следует отнести, разумеется, и зеленых, и других левоориентированных прогрессистов, социалистов всякого рода, они все в один голос, разумеется, победу Байдена приветствовали. Приведу название статьи, чуть ли не на первой странице, газеты Guardian. Это известная левоориентированная газета, которая всегда комментирует то, что происходит в Соединенных Штатах со своих позиций. Она просто говорит о приходе нового рассвета для человечества. Просто человечество стоит перед совершенно новой и невиданным окном возможностей, которая открывается, и ведет просто в этот невиданный зеленый сад прогресса. Зеленый буквально в смысле слова, потому что они очень напирают именно на экологическую сторону дела и на экологическую часть байденовской программы. Новые, новые дни, новая страница перевернута в истории человечества. И разумеется, она будет самой демократичной из всех демократий. Она просто будет демократией социалистической. А вы ведь наши слушатели наверняка помнят, чем отличается социалистическая демократия от просто демократии. Она отличается так же, как просто кресло, отличается от электрического кресла. Вроде бы похоже, но на одном сидят, а на другом умирают. Так вот, в Америке не будет просто демократии, а будет прогрессивная, социалистическая, можно ее назвать как угодно, но сверхсовременная, сверхпрогрессивная демократия. Простой демократии уже долго не будет. И здесь возникает очень серьезный вопрос, по которому ведутся принципиальные споры. Многие оптимисты говорят, но это всего на 4 года. Через 4 года республиканцы вернутся к власти и будут еще сильнее, чем сейчас, ведь за 4 года она будет сделана. Столько ошибок. Это оптимистический сценарий. Я хотел бы в него верить. Я хотел бы в него верить. Я хотел бы разделять эту мысль. Через 4 года мы вам покажем. Но проблема в том, что этими отличается социализм от всех других форм общественного устройства. Что так и не бывает. Везде, где установилась эта власть, этот режим, дело не кончается 4 годами, одним периодом исполнительной власти или президентской власти, одним периодом президентства. Нет. К сожалению, эти силы умудряются так, поставить дело. И это несложно. Если надо будет, я объясню буквально в нескольких словах, чтобы следующие выборы уже проходили по другому принципу. Они уже не будут альтернативными. Альтернатива будет ложной, фальшивой, кажущейся. На самом деле будет все схвачено. Гораздо лучше еще, чем схвачено это сейчас. Вы же сами видите, как это схвачено, сколько может быть вбросов, я не собираюсь утверждать здесь, сколько могло быть подделанных документов избирательных и так далее. Не собираюсь тем самым ставить под угрозу само существование вашего радио. Но хочу сказать просто, что есть такие общественные рычаги, которые это общество перестраивает, так, чтобы не было уже альтернативы. Вспомните и подумайте, где в мире, когда приходят к власти такие режимы, как происходит их замена. Во-первых, несменяемость таких режимов вообще задана. От Кореи, там какой-нибудь Северной и Китая до Венесуэлы, Кубы. Куба маленькая, ничтожная страна почти без ресурсов. А уже 60-70 лет там царит настоящий коммунизм без альтернативы. Так вот, кто-то может сказать, ну как же, а вот Россия изменилась и Восточная Европа разрушилась. Только потому, что в мире существовала действующая и сильная альтернатива этому режиму. И это была Америка. Она была очень сильной и влиятельной альтернативой, которая, разумеется, оказывала мощнейшее воздействие на умы жителей Восточной Европы, да и самой России. Кто, если Америка сейчас вольется в стройные ряды социалистических и коммунистических режимов, кто будет такой альтернативой для нее самой и для остального мира? Кто? Этой альтернативы, к сожалению, уже не будет. Поэтому ситуация вполне спорная. Будет через 4 года возможность у американцев вернуться к нормальной, к нормальным, привычным формам демократии или уже не будет. Я боюсь, что правильно второе, что уже не будет. Потому что 4 года все-таки продолжительный срок, когда можно будет многое изменить. Посмотрите, что происходит. Уже сейчас, буквально, вчера на CNN я смотрю там одного из участников обсуждения сейчас фамилию забыл, но легко это найти. Это сейчас на YouTube болтается тоже. Который сказал, не заблуждайтесь, дорогие, те, кто хочет защищать Трампа, попадут в черные списки. Ведь у них же будут работодатели. И как они думают, возьмет ли их на работу такой работодатель? И будет ли им легко житься в ситуации, когда они окажутся в черных списках? Он это сказал, полагая, что это правильно. Он это сказал как вещь само собой разумеющуюся и правильную. Потому что ведь речь идет о прогрессе человечества и американского государства. А в прогрессе тут цацкаться ни с кем не приходится. Приходится противную силу, противящуюся этому и препятствующую этому прогрессу. Ее нужно давить и давить жестко. Он это сказал. И естественно вы можете подумать, а может он преувеличил и все будет не так страшно. А может быть будет и страшнее. И может быть он совсем не преувеличил. Ведь это же вопрос не двух недель. Это вопрос не до инаугурации. Это вопрос потом в последующие месяцы. Потому что цепочка развивается всегда одинаково. Это цепочка которая обкатана я бы сказал десятилетиями. Сначала начинаются какие-то неудачи. Они оказываются неудачами потому что еще в стране существует сильная сильная силы силы препятствующие прогрессу. Их нужно сломать. От них нужно отделаться. Это борьба против так называемых отсталых классов вчерашних порождений пережитков и родимых пятен и прочее потом начинается еще более глубокие сильные неудачи и их уже можно списать на объективные обстоятельства. В частности скажем погодные обстоятельства погода очень нехорошая ее нужно тоже исправлять и в нее нужно вкладывать колоссальные средства и так далее. И никогда уже вы не выйдете на уровень благосостояния по простой причине потому что эти передовые умы человечества уже определили что цели развития общества не благосостояние не процветание а равенство а равенство является категорией показателем сложно измеряемым очень трудно измерить это Черчилль сказал капитализм это возможность процветания для всех социализм это возможность равенства в нищете вот этот тип равенства и будет реализовываться Сергей я думаю что у нас сейчас здесь в этом месте положен перерыв небольшой да мы прервемся буквально на пару минут после чего вернемся обязательно продолжим хорошо возвращаемся в программу ефима фиштейна похищение европы вы очень интересно подметили по поводу ведущего сенна джейк тэпер джейк татар об этом написала сначала ну примерно такую же мысль высказала Акасия Кортес о том что не мешало бы разобраться с теми кто поддерживал Трампа и позволил ему прийти к власти и потом поддерживал то есть на самом деле леворадикальное отребие оно не пытается так сказать ну в споре в дискуссии оправдать свою идеологию своей палосе и так далее нет их задача уничтожить физически морально материально своего оппонента это традиция это старая традиция я помню во время выборной кампании Барака Хусейновича Обамы Вэлори Джеррид заявляла то же самое мы еще разберемся с теми кто не поддержал не проголосовал за Обаму и так далее или вот скажем вот вам цитата вы не можете исцелить или реформировать республиканскую партию которая сейчас является экстремистской партией сказала Ваджахат Али автор статей в Нью-Йорк Таймс вот так их нужно сломать сжечь и отстроить заново когда Байдену власти отнеситесь к ним как к активной угрозе демократии если те кто совершил преступление не будут наказаны они будут более смелыми это сказала или вот Акасия Кортес если кто-нибудь в архиве этих подхалимов Трампа когда они пытаются преуменьшить или отрицать свою причастность в будущем я предвижу приличную вероятность того что в будущем будет много удаленных твитов писем фотографий то есть нет никакого сомнения в этом Сергей дело в том что в мире все уже было это я повторяю отработана наезженная колея она всегда возникает как идея сначала а потом реализуется и не сразу разумеется а постепенно дело в том что когда целью когда целью ставится прогресс человечества в данном случае скажем прогресс отдельно взятой Америки все остальное уходит на задний план потому что становится препятствием достижению этой великолепной замечательной цели счастья человечества это не достойная давайте назовем вещи своими именами вот эти цитаты которые привел из сегодняшнего дня сегодняшних демократов это практически возвращает нас в 37 год в Советский Союз именно так мыслили они в 37 году именно так несомненно повторяю это наезженная колея это стандартный ход истории где одна мысль вызывает другую поскольку не удается сразу перевоспитать то приходится принимать более серьезные меры перевоспитания а именно расстрел можете найти любую другую форму электрический стул или кресло и так далее то есть короче говоря все же влечет за собой если вы тянете за одну ниточку вы расплетете весь свитер и останется в основе только это насилие ради счастья человечества понимаете это разумеется та же самая история все зло вы абсолютно правы все зло все мерзости происходят под благовидными предлогами не зря же существует поговорка дорога благими намерениями совершенно верно дорога вымощена благими намерениями они и тогда уничтожали людей под лозунгом о построении счастья для всего человечества разумеется абсолютно и кстати здесь надо отметить вот что почему трамп был противоположностью этой линии он был сугубо я бы сказал локален ему мнилось что он может создать какие-то лучшие условия только для соединенных штатов потому что america first потому что первое что ему приходит на мысль это благо соединенных штатов они же думают о благе человечества кстати в этот костер костер счастья человечества они готовы бросить всю америку она собственной ценности как таковая не имеет она интересна только как источник для того чтобы раздуть этот мировой пожар так когда-то мыслили коммунисты это их это их мысль о том что все человечество ждет того чтобы пламя революции перебросилась из россии к ним в европу и дальше в соединенные штаты то же самое сейчас мнят они счастье человечества ведь не в америке оно в африке которую пора освободить от местных каких-то еще недостатков оно в латинской америке которую пора обогатить ведь байден же есть в его программе просто залить центральную америку несчастную бедную залить золотом что называется залить долларами и тогда мы там поднимем благосостояние тогда они не станут переселяться это дикое невежество по существу это невежество которое игнорирует вообще весь опыт человечества так это не происходит залить долларами вообще невозможно это как идея была что америка должна помочь россии россия слишком велика и мир слишком велик чтобы ему можно было так вот помочь высасывая это из соединенных штатов ничего такого нужно научить научить их удить и дать им удочку это классический пример здесь я ничего не придумываю но ведь важно то что в байденовском штабе именно так и мыслят мыслят что мы здесь будем производить богатство отдавать их будем там откуда приходят к нам люди тогда они не станут приходить тогда они не станут и работать они будут просто использовать эти богатства потому что работать уже нет никакой необходимости но об этом можно долго говорить меня в данном случае интересует еще одна мысль и наверняка о ней задумываются и задумываются и наши слушатели это то как отреагировала россия на происходящее в америка потому что здесь давно и упорно вентилируется одна бессмысленная идейка о том что Путин создал Трампа и поддерживал его и так далее так вот я не знаю говорил ли я в прошлой или позапрошлой передаче об этом Путин в последний месяц в октябре выступил не раз и не два с ясным указанием с ясной мыслью о том что его путинское представление о счастье я бы сказал идеология она не вполне у него сформирована в голове но он ясно указал на то что он 17 лет был коммунистом был коммунистом по велению сердца не по просто по бумажке по билету а по велению сердца и он ясно сказал в телевидении в интервью телевидению россия 24 каждый может это открыть это есть везде 7 октября его большое интервью развернутое где он сказал путин владимир сказал у меня с байденом нет никаких идейных расхождений ведь и его социалистическая идеология и моя тогдашняя коммунистическая они из одного корня и корнем этим является марксизм он даже еще там ляпнул что христианство общего корня я бы хотел посмотреть какой христианин из преследуемых согласиться с ним тех которые натерпелись от коммунистов но не важно так вот он сказал посмотрите все же совпадает они сейчас говорят о справедливости борьбы черных американцев афроамериканцев но ведь мы об этом говорили всегда ведь счастье народов и освобождение народа в Африке был наш девиз и мы их переманивали в лагерь мира и социализма а Анджела Дэвис которую сейчас на своих маечках носят Антифа и прочее это же и наш кумир и кумир моей молодости у нас одни герои нас ничего не разделяет и даже он позволил себе сказать нечто чудовищное когда его спросили как он смотрит на коррупционный скандал старика Джо он сказал что я вас прошу это же детские игры в политике такое происходит всегда ну что же он это же подумаешь там украл не украл доказано не доказано это не важно короче он ясно обозначил как никогда не делал при Трампе потому что у Трампа не было с Путиным никогда общей идеологии у него была идеология американизма у Трампа а у Путина не могло быть такой идеологии так вот он ясно сказал что у нас нас с Байденом объединяет одна общая идеология и эта идеология социалистического интернационализма. Как и Байден, Россия остается империалистической страной, как и мышленнее Байдена, остается социимпериалистическая. Так вот, для тех, раньше их называли полезными идиотами, я сейчас бы их назвал скорее бесполезными идиотами, а не просто идиоты без всякой отдачи, без всякой пользы для человечества. Так вот, вся их мантра о том, как Путин поддерживал Трампа, бессмысленно. Вот сейчас мы увидим на примерах, как будет Байден поддерживать Путина, и как быстро, и как быстро он вернется к идейке перезагрузки, которую он все-таки в составе команды Обамы продвигал, как быстро окажется, что два собака пара, и это будет фактически крест на всех тех нелепых рассуждениях, которые мы имеем честь слышать от российской, так называемой либеральной интеллигенции. Они продвигают эту идею. Ефим, это вы понимаете это, я понимаю, это 71 миллион, даже больше, 71 миллиона проголосовавших за Трампа понимают. А вот, скажем, человек, который на аватарку поставил, черт знает что, в комментариях, в нашем YouTube-канале, и назвался именем Джеймс Маршалл, ну, человек даже побоялся свое собственное имя поставить, он пишет, ну, он нас называет безграмотными, без высшего образования, или советским, или советскими образованцами, вот, ни больше, ни меньше. Понимаете, то, о чем мы говорим, то, о чем вы говорите, на CNN, на MSNBC, а теперь и на Fox News даже не говорят, они все теперь дуют в одну дуду, им нужно создать образ победившего на выборах Байдена, и все, и это не подлежит сомнению, поскольку медиа сказала, он выбран, президент-элект, все, точка, период, хотя на самом деле все не так просто, и... Разумеется, разумеется, и в свое время они поддержали Алгора, когда он пытался спорить в суде первенства или победу Буша во Флориде, пытался, и они принимали это вполне задолженно, и даже доказывали, что так и должен действовать настоящий демократ. Сейчас же они высмеивают Трампа за попытку в судебном порядке решить эту проблему, но это не важно, просто я повторяю, создана альтернативная реальность, и сейчас меня интересует ее другая сторона, то, что в Америке это так происходит, и так и будет в ближайшие годы происходить. К этому надо подготовиться, и надо это учитывать. Но меня интересует эта невиданная тупость российских интеллектуалов, которые воспринимают эту ложь чудовищную, воспринимают как свою, разделяют ее. И когда я читаю в новой газете бредни каких-то интеллектуалов в кавычках о том, что демократия победила демагогию. Понимаете, это же чудовищно. Я тогда понимаю, что люди делятся на две категории. Одни, оглядываясь в прошлое, могут сказать, я это предвидел, я это предсказал, а другие оглядываются в прошлое, всегда говорят, я же имел в виду совсем другое. Они опять пошли по неправильному пути. Я-то думал все по-хорошему, я думал, что будет полная победа хорошего над дурным, над плохим. Но оказалось по-другому. То есть этот тип человечества это жалкие, действительно жалкие твари, которые никогда ничего толком не сделают. Поэтому я их называю бесполезными идиотами. Телефон в студии 847-400-5200. Были попытки дозвониться, мне не хотелось прерывать эти фильмы, так что если у вас еще остались вопросы или желание поделиться. Пусть звонят, если будут звонить. Я просто говорю о том, что меня поражает вот эта неспособность поставить, вставить, встроить какой-то логический ряд. Вот я читаю украинские источники, они тоже счастливы. Байден нам поможет в борьбе с империей. Надо быть слепым котенком, который тычется в стены, полагая, что там какое-то пространство, и чтобы так рассуждать. Обама Украине поставил рваные гостиничные простыни, чтобы украинцам было что подстелить на поле боя. Трамп им поставил джавелины для борьбы с танками. Задержал Россию фактически при ее наступлении, но им кажется, что в борьбе с империей сейчас Байден им поможет. Байден Байден, который спит и видит дружбу с Россией, которая ему близка именно по неизжитости своих социалистических представлений. Она ему близка. Давайте попробуем принять звонок. Что? Давайте попробуем принять звонок. Давайте, конечно, конечно. Добрый день, пожалуйста. Добрый день, добрый день. Вы рассказывали, что большинство стран поздравили, а затем перешли к России. Я думаю, что вы отметите, что Россия и Китай не поспешили поздравить, они ждут, когда вопрос решится действительно. Кроме того, вся российская пропаганда не устает повторять, что Байда значительно более враждебен к России по своим планам и идеологии, чем Трамп. Поэтому ваши фантазии о том, что будет какая-то дружба и поцелуи не соответствует действительность. А что касается тех высказываний Путина, так он это говорил к отрицаниям, что, может, это было и прошло, что это уже не наше. А вот идеология, возможно, левых американцев это то, что у нас было в прошлом, а совершенно он не тосковал по этому. Спасибо. Тосковал, и вы совершенно не правы. Вы просто повторяете, вот что любопытно, вот вы сейчас как бы осудили и повторяете бредни именно российской пропаганды. Это не я ведь, а она утверждает, что Байден будет жестче относиться к России. Это пропаганда повторяет, а не я. Я-то наоборот говорю, что Байден будет лучше относиться к России. Как же меня можно обвинять в том, что я разделяю мифы советской или российской пропаганды? Никак. Во-первых. А во-вторых, у Байдена есть опыт. Извольте. Но ведь перезагрузку не я придумывал и не Трамп, а Байден придумывал с Обамой и с Клинтоншей тогда еще. Так что, о чем вы говорите? Уже там все налажено и все это сделано. И Путин это, кстати, говорил не как о прошлом. Зачем же он стал бы приводить пример Анжелы Дэвис и освобождения африканских народов? Он приводил это как пример общности, которая совсем еще не изжита, на которой можно строить взаимоотношения. То же самое относится и к Китаю. Помилуйте, не Трамп, а Байден имел сильные, серьезные финансовые интересы в Китае. И сейчас уже я смотрю полно умилительных совершенно слезных историй о том, как в Китае его ждут. Какая-то там владельца магазина какого-то, где Байден когда-то был, вдруг заявляет, что она снова с удовольствием его увидит, потому что считает его другом Китая. И это публикуется миллионными тиражами. Байдена ждут в Китае. Так вы посмотрите внимательно эти газеты. Зачем же его станут ждать в Китае, если он враг всего. А он когда-то сказал хоть одно слово о уйгурах, о меньшинствах, о диссидентах не сказал Байден. Никогда он не вступался за них. Наоборот, сейчас Тайвань первым почувствует, а Тайвань это диссидент китайский фактически. И Гонконг, и Тайвань почувствуют эту его приязнь, эту его симпатию к континентальному Китаю. Это уже идет у вас на глазах. Но, к сожалению, не всякий так внимателен, чтобы заметить это по первым же признакам. Китай критиковал Трамп в последних своих речах не раз. И вел с ним торговую войну. Трамп. Так вот, сейчас этого не будет, разумеется, но это все будет присыпано этим сахаром мелкими будет подано со слюнявыми словами о том, как Байден улучшает отношения с внешним миром. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Я звоню из Нью-Йорка. У меня вопрос к ведущему. Очень интересная передача. Большое спасибо. вопрос такой. Исторически всегда были какие-то политические альтернативы в мире. Было какое-то противостояние, как, например, между социалистическим Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Есть ли альтернатива от вот такому мировому социализму, который наступает в Соединенных Штатах Америки, который наступает в Европе, который существует в Китае? Есть ли альтернативное или какое-нибудь альтернативное общество? Возможно ли сопротивление в Соединенных Штатах Америки этому движению? Спасибо. И я благодарю вас за вопрос. Вопрос совершенно непраздный. Здесь все-таки мысль разделяется на пессимистическую и оптимистическую. И я сам как бы раздираем этими двумя направлениями. Вы меня поймете. Это же не поза, я не красуюсь. Разумеется, мне хотелось бы верить в оптимистический вариант, что во-первых, что и в Америке это будет всего четыре года. Я уже сказал, что я не очень верю, они очень хитры, и они так дело поставят, что через четыре года уже не будет альтернативных выборов. Но допустим, мне хотелось бы сослаться, я прошу прощения у тех, кто это уже слышал в прошлом, на антиутопию Джорджа Оруэлла. Я его весьма почитаю. Он оказался гораздо более проницательным, невероятно проницательным ясновидцем буквально не просто автором каких-то афоризмов оригинальных. Все вспоминают его афоризмы, а мне кажется, что он исключительно глубоко видел. Так вот, вспомните, о чем книга эта, о чем 1984-й. Она о том, как в мире идет перманентная война между тремя тоталитарными обществами. Одно из них это океания, он так назвал Америку с Британией вместе, объединив. Другое это Евразия, это Европа фактически под влиянием России. Социалистическая опять, но в любом случае тоталитарная. И это Восточная Азия, East Asia. Это Китай и примкнувшая к нему страны. Так вот, я задаюсь вопросом, простите, а демократия? А демократии нет. Ни одна демократическая держава в этой войне не участвует, просто их нет. Но, я разумеется, не стану в этом смысле как бы сейчас разделять, доказывать, что это книга, написанная где-то в 50-м году, что она является ясным отражением, единственным возможным. Таково было его видение, оно было очень мрачным, предчувствие его было очень мрачным. Так вот, это ответ на ваш вопрос. Мне хотелось бы видеть какие-то силы, которые здесь и сейчас занимали бы прямо противоположные позиции и могли бы оказать такое сопротивление. Пока я их не вижу. Пока эти силы только в вас, в вашей стране, в Америке еще может быть, можно оказать какое-то сопротивление этому тоталитаризму. Потому что в России и в Китае сомневаюсь, что сейчас можно это сделать. Особенно, когда нет противовеса, когда нет сильной демократической Америки. Это трагедия мира. Не то, что там какие-то Аказия Кортес будет придумывать перестройки промышленности и прочее. Не в этом беда. А беда в том, что исчезает альтернативная сила по отношению к этим двум диктатурам, этим двум тоталитарным блокам большим. Ефим, огромное спасибо. К сожалению, времени больше не осталось, а по всему до встречи в следующий раз. Все, до встречи и дай вам Бог удачи. Спасибо.